Добрый день! Я не могу сказать, что я ее полюбил. Мне было очень любопытно в ней. Тем более мы были целый месяц в стране, и колоссальное количество информации я первый раз в жизни получил от этого. Попал в те места, о которых знал в детстве, и не думал, что я в них когда-то попаду. Ощущения очень разные. С одной стороны, красотища, все любопытно и так далее. С другой стороны, есть ощущение тревоги и какое-то все время ощущение... Некомфортно. Ну, русскому человеку... Ну, мне вот лично было не совсем комфортно, потому что у меня было все время... Ну, там же совсем другое все. Образ жизни. Тебя тыркают, тебя что-то здесь просят. Здесь кто-то свисает, нависает, дергает. Просит, шафран продают, еще что-то и так далее, и так далее. Тебе же пытаются. Видят, что иностранец. Вот, но началось все с аэропорта, значит, когда мы прилетели в Дели, уже начиная с аэропорта, входишь, вот, может быть, был тот период времени, когда это была осень, по-моему, как в парилку входишь. Уже совершенно другие запахи. То есть такой воздух. Да, но в Дели была самая главная история, это, конечно, вот съемка сикхов, которые позволили себе... Ведь они же не разрешают себя фотографировать. Да, у меня была возможность переговорить с начальством с их, чтобы они так выстроились, выстроились и попозировали. Я сделал общие планы и снял их крупно, потому что персонажи, конечно, очень интересные. Все разные такие, очень яркие дядечки. Вот эти сики. Вот это вот сики, да. Вот этот значок у них сиков. Вот видите, какие персонажи интересные. Ну, вот что касается вашего путешествия, что вам удалось посмотреть? Что вы посоветуете посмотреть людям, которые впервые приезжают в эту страну? Ну, если люди едут не в Гуа, где пляжные, так сказать, какие-то развлечения, и море, и загар, и все остальное, я там не был, поэтому я ничего не могу сказать про это. А если говорить про мой маршрут, единственное, что я могу рассказать, я про него могу сказать. То, безусловно, стоит посмотреть Дели, потому что там есть много интересного. Беречь свои фотоаппараты и сумки от обезьян, которые могут совершенно спокойно у тебя вырвать все это. В Дели хорошо на обратном пути покупать сувениры, потому что там есть такой развал, где есть неповторимые вещи, например, старые тибетские вещи какие-то, ткани потрясающие. Что нужно вести, на мой взгляд? Я человек творческий, у меня, если, вот, например, в подарок сари для женщин, очень красивые цвета, очень расцветки, ткани для того, чтобы сделать шторы, накрыть кровать и так далее. Украшения, наверное, какие-то. У вас просто это интересный. Это индийская, да, серебряная штука. Этого много всего. Но много всего, как бы, для общей массы. А если порыться, можно найти очень интересные вещи. Вот все-таки из того, что удалось посмотреть, что произвело наиболее сильное впечатление? Наиболее сильное впечатление произвело, скорее всего, то место, в которое мы уже приехали потом. То есть это долина Кулу, это места Рерихов, как раз дом-усадьба, дом-музей Рерихов, где вот он жил и рисовал свое, писал свои потрясающие картины. Потому что я жил прямо, мой вид, я жил в таком замке удивительной красоты. Мой вид был как раз на ту долину Кулу, довольно высоко, я на холме жил. Вот приблизительно у меня такой был вид из окна, и я понимаю, что все это вот на картинах Рериха. С этой стороны долина Кулу, с другой стороны вдалеке гималайские видны горы и так далее. А как добираться туда, на чем? Есть два варианта, либо джипом, что довольно долго. Сколько вы туда ехали? Часов 16, наверное, мы ехали от Дели. Но мы останавливались, не торопясь, мы посмотрели какие-то еще места, где-то перекусывали по пути. Вот как раз посетили, начиная уже, выезжая из Дели, посетили Тадж-Махал, который меня тоже, как и на всех, произвел огромное впечатление. Туда вход платный, но недорогой, но там уже стоят металлодетекторы. Нельзя проводить с собой туда, проносить туда фото и киноаппаратуру. Но я каким-то образом, на мне висел рюкзак 30 килограмм, я все-таки провез туда, пронес туда фотоаппаратуру и сделал какие-то снимки. Вот как раз, смотрите. Это ваши фотографии? Да, это я стою около того, на фоне, приглашаю своих гостей. Абсолютно мокрый, потому что на мне 30 килограмм сзади фотоаппаратов. Это еще в Дели, вот этот тюрбан на меня надели. Это замечательный Синкевич, индолог, потрясающий человек. Вот с кем надо ехать в Индию, так это Синкевичем, потому что он расскажет все. А эту супницу я потом из этого ресторанчика взял домой. Но с их позволения. Купил у них. Ну хорошо, а если вернуться к Тадж-Махалу, все-таки что на вас провело наиболее сильное впечатление? Само это строение или какое ощущение, когда ты приближаешься к этому зданию? Ну это что, одно из чудес света. Тадж-Махал, потому что мужчина построил своей женщине, усыпальницу такую, ради своей любимой женщины. Он построил вот такое чудо. Строительство шло очень долго. И, конечно, настолько кропотливо и настолько продуманно. Потому что, когда приближаешься к стенам, каждая плитка в израстцах. Это колоссальный труд, конечно. Но что касается людей, люди там приветливые, приятные? Как вот они воспринимают? Люди, которые окружали нас, очень приветливые. И люди, которые продают на улицах, тоже самые, очень приветливые и хорошие. Но в то же время есть какие-то такие ребята, которые с каким-то, я бы сказал, со всеми связываться не надо. Ну вот, там, естественно, предлагают за какие-то барыши тебя провести или что-то найти, какой-то тебе товар. Ну вот, надо быть осторожным. Но в то же время Индия нельзя, как многие наши русские, приезжают туда, внося свой, как бы, устав в чужой храм. Нельзя этого делать, потому что они живут по определенным законам, и надо, наоборот, эти законы принимать. И, а многие развязанно ведут себя, и там, подай тот, и тот, и тот. Вот, поэтому так нельзя. Ну вот, у многих, кстати, туристов останавливает то, что там плохие санитарные условия. Вот как вам показалось? Действительно там такая антисанитария? Есть такой момент. Есть такой момент, но не везде. В богатых, конечно, там же соседствуют две удивительные вещи. Беднота и потрясающая фантастия, феерическое богатство. Поэтому бедных, конечно, больше намного, и это основная масса. И грязь, и люди спят здесь в коробках, и все это ты проезжаешь, и что-то здесь варится, парится. Да, я могу сказать, что нечистоплотность, но с другой стороны, я смотрел девочкой, очень красивая. Я попросила милостыню, где мы стояли в джипе. Маленькая, 13-14 лет. Но у нее абсолютно, сама такая, чуть-чуть намолюканная какая-то, как будто грязью, да. А волосы абсолютно чистые, как будто она только что помыла голову. Вот она, лапушка такая, да. Вот обратите внимание, что у нее абсолютно чистая голова, посмотрите. Как будто только что помыла. Милая. Вот она мне запомнилась, вот две девчонки мне запомнились по пути. Вот эта и вторая, которая сидела и продавала бусы. Это уже там в долине Кулу. Удачный очень кадр. Малявочка-малявочка. Вот буквально такого размера. То есть глаза больше, чем она вся сама. Долететь туда сколько часов? Как вы вообще перелет перенесли? Я перелет всегда хорошо переношу. Я его даже и не заметил. Там спали что ли, я не помню. Хорошо. Спасибо вам огромное за то, что вы пришли к нам в студию. Ждем вас с новыми рассказами о новых путешествиях. И, конечно же, ваших новых фотографий. Спасибо. Хорошо.